Стало чисто и светло, приятно погулять с детьми на площадке, можно заняться спортивной ходьбой. Так об обновленном скверестроителе на улице 12 сентября отзываются местные жители и гости города, которые не могут нарадоваться всем положительным изменениям. Нам очень здесь нравится, все очень хорошо и зимой и летом. Вот были летом, а теперь вот зимой приехали. И с детками очень хорошо, сейчас детскую площадку обустроили очень хорошую. Так что все довольны. И бабушки довольны, и внуки довольны. А вы местные жительницы? Да, местные. В прошлом году в сквере провели большую работу. Заасфальтировали прогулочные и велосипедные дорожки, сделали современное яркое освещение, новые скамейки, а также комплекс спортивных тренажеров, установили современную детскую и баскетбольную площадки. Мы строили его в два этапа, вложили более 25 миллионов рублей. И сегодня мы видим, как ближайшие многоквартирные дома, здесь проживает порядка 15 тысяч жителей в этом микрорайоне. Здесь областная больница, все люди, которые выходят прогуляться и посидеть там в перерыве, они с областной больницы, как и гости, как и больные, тоже ходят в этом парке активно. Глава региона осмотрел реконструированный сквер. Сергей Морозов пообщался с жителями, после чего сделал пару замечаний подрядчикам по поводу озеленения и освещения спортивной площадки. По итогам поездки он провел совещание, где обсудил с участниками новые подходы по формированию комфортной городской среды, а самое главное, обозначил сроки реализации всех задуманных проектов. Нам нужно ускоренным темпами, Александр Яковлевич, сокращать все сроки, которые мы до этого проговаривали, по конкурсам, по торгам, по подготовке. Все это надо сокращать, готовиться к большому сезону благоустроительных работ. В 2019 году на территории Инзы, Сингелея, Барыша, Димитровграда, Ульяновска и Новоульяновска, Силикатного обновлено 17 общественных пространств, в том числе сделано проектирование парка «Прибрежный» в Новоульяновске и отремонтировано 82 двора. В 2020 году благоустройством дворов будет охвачено 100 дворов и 16 общественных пространств на территории региона. На эти цели будет потрачено свыше 350 миллионов рублей. Все проекты и планы обсудят со старшими по домам, представителями ТОСов, депутатами, чтобы выработать единые решения по комфортной городской среде. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.